Политтехнолог Михаил Шейтельман Зеленский. И, может быть, это не такой важный саммит мира получился или получается. Как это воспринимается? Как это видится со стороны Украины? Ну, видится всеми по-разному, потому что разные люди в разном заинтересованы. Ну, я смотрю, как я это вижу и наблюдаю. Первое. Конечно, это не такой важный саммит мира. Но это правда абсолютная. Конечно, у этого саммита очень ограниченная задача. Но главное, что... Почему Байден, например, не мог туда поехать? Потому что этот саммит мира точно не приведет к миру. Мы это понимаем. Это не то, что сейчас саммит мира и все такие. Ну, все. Война теперь закончилась. Не этот саммит мира. Не то, что там поговаривают, что через несколько месяцев мы еще раз соберемся. Он к миру не приведет. К миру приведет только действия на фронте и только разгром российской армии. Других шансов просто нет вообще теоретически. Ну, либо уничтожение Украины. Других шансов на мир не существует в настоящий момент. Поэтому для чего он был нужен? Он был нужен на... Да, исторически надо вспомнить, что инициировали вот этот план Зеленского из 10 пунктов осенью 22-го года. То есть прошло почти два года. Осенью 22-го года ситуация выглядела по-другому. Осенью 22-го года казалось, что в принципе там с Россией можно о чем-то договориться, что будут какие-то, ну, а-ля стамбульские соглашения, только в другом виде, в более там лучшем для Украины. Но за это время стало ясно, что нет. Потому что Россия откровенно и прямо много раз за это время, за эти полтора года заявила, что цель это уничтожение государственности украинской, цель это снести все крупные города, как сказал Небедзев, в ООН официально. Цель это уничтожить, убить каждого украинца, как сказал Медведев, опять-таки, второй человек во многих случаях путинской иерархии. Поэтому нет предмета для разговора. Поэтому сейчас то, что осталось от этого смысла саммита, это зафиксировать следующую позицию, что не нужно обвинять Украину, что она не хочет мир. Вот любые обвинения, что есть Украина против мира, они не актуальны. Смотрите, вот собралось там 80 стран, условно говоря, 101 делегация и подписали бумагу, в которой вот это итоговое коммунике, проект, которого сейчас гуляет, рейтерс там опубликовал его. И в нем эти три пункта, ладно, они, честно говоря, помощи для проформы. Главное преамбула, в которой четко сказано, любые мирные планы только при условии территориальной целостности и соблюдении устава ООН. На этом это снимает миллион вопросов, то к нам перестанут ездить Папа Римский, там делегации из ЮАР, какие-то президенты Бразилии, Индонезии, Китая со своими планами. Все отдыхают, пока нет первого пункта, полная территориальная целостность, а это автоматом означает вывод российских войск со всей территории Украины в границах 91-го года. Это главное, что теперь за это, под этим подписываются 80 стран, что вот это условие. А сейчас из тех заявлений, которые пришли, в том числе вчера, это заявления или слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев был бы не против переговоров с Москвой теоретически на следующем саммите. И вообще он сказал о том, что все страны могут присоединиться к тому коммунике, которое будет подписано в Швейцарии. Вот возможность этих переговоров с Москвой, это некий отвлекающий маневр, может быть, или это такой тоже привет Владимиру Путину, который до этого попытался как-то всем испортить немножко саммит мира, чтобы заставить всех говорить про себя и про свое предложение. Что это такое? Что это за слова Андрея Ермака? Я думаю, это как раз продолжает вот тот тезис, который я сказал, что главное было для Украины снять вопрос о том, что якобы Украина не хочет мира. Он говорит, конечно, хотим. Вот смотрите, есть в коммунике, там написано, что в территориальной целостности Украины условия, причем условия чего? Не условия окончания войны, а условия рассмотрения любого мирного плана. Без этого мы не рассматриваем и никто в мире, типа вот в цивилизованном, не рассматривает других планов. И поэтому Андрей Ермак говорит, да, конечно, пожалуйста, мы готовы, но ничего же не поменялось. Вы выводите войска, и тут же мы садимся на стол переговоров, как и об этом много раз говорил Зеленский. Зеленский никогда не отрицал, что как только войска выведены, ну да, там приняли какой-то закон, что с Путиным нельзя вести переговоры, но это же для проформы. Правда в том, что после вывода войск, конечно, все готовы к переговорам. Вот и все. А является ли это ответом Путин? Ну, я не думаю. Вы знаете, мне кажется, что вот это, мы так как сидим в поле, которое, ну, русскоязычное, да, то мы преувеличиваем, по-моему, насколько услышаны слова Путина на Западе. Я заметил, опять-таки, такую тенденцию, что если первые полгода войны, вот как только Путин высказывался по поводу войны, это становилось заголовками в западной прессе. Вот Путин, двоеточие, там, мы вот так или мы вот сяк, мы хотим этого, мы требуем того. Последние уже, ну, больше года точно, с тех пор, как Шольц отказался от диалога с Путиным, с тех пор, как Макрон сказал, что никакого диалога не будет с Путиным и перестал говорить, что надо сохранить лицо Российской Федерации, то, в общем, это уже не попадает в заголовки путинской истории. Это перестало быть сенсациями. То есть, ну, он что-то сказал, где-то внутри текста будет указано, но это никак не первая полоса, это проигрывает, безусловно, саммит у мира. У нас Нина Хрущева накануне, вот, несколько минут назад назвала саммит мира фестивалем, и я решил поинтересоваться у наших зрителей, как вы оцениваете то, что происходит в Швейцарии. Итак, саммит мира — это фестиваль, как сказала Нина Хрущева, это политическое событие года, но если мы, конечно, смотрим на оптику украинскую и без России, это вообще бессмыслица. Давайте голосуйте, если у вас есть свой вариант, напишите его в комментариях к нашей трансляции. У нас продолжают поступать сейчас новости из Ростова-на-Дону, буквально минуту у вас займу. Заложники, которые удерживают сотрудников СИЗО, требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора, и в этом случае они готовы отпустить заложников, но и очевидцы передают с места событий, что к СИЗО подъезжают на машины сотрудники ОМОН. Следим за развитием ситуации, возвращаемся к теме саммита мира. Ну, да, невозможно об этом не думать. Конечно, у меня первая ассоциация — это Пригожин и все, что происходило год назад, вот эти все потрясения. Но действительно, саммит мира все-таки это тема, Михаил, с которой мы хотели с вами в первую очередь обсудить. Сейчас приходит информация о том, что военнослужащим России, российской армии, осталось 7 километров до того, чтобы перерезать основной путь снабжения ВСУ в Донбассе. Нынешняя ситуация на фронте и вот такое продвижение, по крайней мере, по данным экспертов Бильд. Насколько влияет на то, что происходит на саммите мира и как в Украине смотрят на этот саммит мира? Сами украинцы, ведь Зеленский не находится сейчас в Киеве. Да, ну, во-первых, саммит мира, вот если я прямо продолжу отвечать на ваш опрос для зрителей, на мой взгляд, саммит мира — это, безусловно, антироссийский шабаш, как сказали бы в старые добрые времена. Это действительно он таковым является, в этом была его цель. Ведь эти 80, ну, там, условно 80, не знаю точное количество стран, которые приехали, согласились принять участие в мероприятии, где будет обсуждаться дальнейшая судьба Российской Федерации без участия Российской Федерации. Это антироссийский шабаш, чего, собственно, Украина и добивалась, вполне справедливо, показав, что вот так можно. Вот Украину без Украины нельзя, а Россию без России можно. Теперь переносимся на фронт. Ну, слова «перерезать линию снабжения украинских войск на Донбассе» звучат, конечно, как абсурд, потому что вы представьте себе масштаб Донбасса и масштаб того, где идет война и что такое театр военных действий. Речь идет только о Константиновке. Вы, наверное, слышали про такой город, но мы говорим про один город Константиновка. Это раз. Во-вторых, это не пути снабжения. У Константиновка идет очень много дорог, и у нее, соответственно, много путей снабжения у Константиновка. Они действительно стоят, что правда, в 7 километрах там от того, что перерезть одну из дорог, но это будет означать, что нашим войскам украинским будет труднее маневрировать, перебрасываться с позиции на позицию. Но это одна из трасс, буквально одна. Вот. Когда мы говорим про вообще, ну, это же не означает, что типа, ой, сейчас захватят тут, это самое, захватят тут Донбасс. Потому что посмотрите на масштабы. Надо понимать масштаб войны. Вот в этом году, в 2024-м, россияне смогли захватить Авдеев. Это известно. Да, вот реально факт, что перешла под контроль россиян на Донбассе один город, Авдеев. Население Авдеевки до войны составляло 23 тысячи человек. Население же всех городов, которые еще не удалось захватить россиян на Донбассе, составляет несколько миллионов. То есть примерно еще осталось, ну, сколько там, сколько это получается, 100 Авдеевок. Вот примерно. Россиянам надо взять 100 Авдеевок. Учитывая, что раз в полгода берется Авдеевка, то это там 50 лет боев в таком темпе и таким способом. Вспомните Часов-Яр, которые говорили, вот сейчас Авдеевку взяли, сейчас возьмут Часов-Яр. Правильно? Был такой разговор. После Бахмута, сори. Часов-Яр был после Бахмута. Бахмут брал еще Пригожин. Еще Пригожин в июне прошлого года брал Бахмута, или в мае. Значит, Часов-Яр... И следующим был Часов-Яр. Часов-Яр – это 13-тысячный город. Город с населением в 13 тысяч. А там есть Краматорск с полумиллионной, там Славинск, в котором, по-моему, 200 или 300 тысяч. То есть это все пока... Это все бои местного значения. Все эти разговоры про какие-то дороги, про какие-то села, Константиновки – это все называется бои местного значения. Линия фронта на Донбассе на сегодняшний день. Вот от Бахмута до Купинска – это 700 километров линии фронта. Понимаете, масштаб. Это как бы во Второй мировой войне на такой линии фронта воевали миллионы с каждой стороны. Миллионы. Поэтому продвижение почти невозможно. И все это... Вся цель этой операции, украинской оборонительной операции, называется... Сейчас, кстати, написал, по-моему, какое-то западное издание, даже новое название этой тактики, какая-то ленточная оборона или что-то. В принципе, это мобильная оборона, цель которой – нанести максимальный ущерб наступающим российским войскам. Что пока вполне себе и удается, учитывая, что в день выводится из строя более тысячи россиян убитыми и ранеными. Ну, не только Швейцарии единой. Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз начнутся 25 июня. И кажется сейчас, что даже венгерские некоторые соглашения были включены. Вот договоренность, все венгерские условия были включены в рамочный документ переговоров с Украиной. Что это за требования или просьбы и насколько выполнимы эти такие желания Венгрии для того, чтобы обеспечить вступление Украины в Евросоюз? Когда мы говорим о вступлении Украины в Евросоюз, мы говорим в масштабе, опять-таки, вот как на Донбассе. Надо понимать масштаб, что это 10 лет минимум, хотя скорее всего, конечно, больше. Потому что все страны Восточной Европы, которые вступали в ЕС, у них процесс переговоров занимал 8-9 лет. Это процесс переговоров о вступлении. Переговоры о вступлении охватывают 35 позиций, каждый из которых размером с реформу, не знаю, вселенского масштаба для Украины. Вот есть прямо эти позиции, по которым 35 договоров подписывается, и по каждому из них создается отдельная комиссия со стороны ЕС, отдельная комиссия со стороны Украины. Поэтому вот я думаю, что через 10, а это 10, ну скорее даже 20 лет, в Венгрии сменятся 18 правительств и так далее. Поэтому это тактический вопрос, который решался для того, чтобы начать переговоры. То есть они согласны начать переговоры при таких-то условиях. Ну давайте начнем. Это же политика. Политика искусства возможного. Сегодня мы можем начать переговоры при условии, что Венгрия говорит, ну ни за что и никогда в Ужгороде не будут, не знаю, там, преподавать на украинском. Ну хорошо, сегодня так, через 20 лет будет иначе. Важно договориться по принципиальным вопросам. Тут важный point – это то, что эти переговоры, в принципе, начинаются. Понятно, что это всего лишь путь, и мы в начале пути. Мы спрашивали наших зрителей, саммит мира в Швейцарии, что это такое. Завершаем опрос. 53% считают, что это политическое событие года, что это фестиваль, больше номинальное событие, 36%. И без России бессмыслица лишь 11% наших зрителей. Как вы, Михаил, прокомментируете эти итоги? Что думаете? Я приятно удивлен. Видимо, вас очень много смотрят в Украине. Даже не знаю, я прямо честно. Ну, последний пункт я понимал, что он так и должен быть, но вот я не вижу, честно, я вижу в этом большое пиарное событие, важное, нужное, кстати. Ну, то есть я же не говорю, что это не нужно было делать. Нужное. Но еще раз, мне кажется, почему я все время говорю, вот если бы я был политтехнологом Байдена, я бы ему сказал не ехать. Только по одной причине. У Байдена выборы через четыре с половиной месяца. И нельзя поехать куда-то, что обречено на недостижение заявленного результата. Саммит мира, еще раз говорю, никаким образом не приведет к миру. И это даже не дорога к миру. Это дорога к тому, чтобы, не дай бог, не соскочить на какие-то сомнительные треки типа там каких-нибудь китайских мирных планов. Вот чтобы очиститься от всей этой шелухи, всей этой ерунды, что там, дескать, какой-то китайский мирный план или что-то. Это очень полезное мероприятие. Спасибо большое, Михаил. Спасибо, что присоединились к нам. Мы будем следить и за саммитом мира, и, конечно, за всем, что происходит в Украине, и с вашей помощью тоже. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.